Иркутский противочумный институт. С начала пандемии здесь ежедневно проводят тестирование на коронавирус. В сутки иркутяне обычно сдавали около 600 анализов. В последние две недели работы у медиков прибавилось. Теперь здесь исследуют популяционный иммунитет населения региона. Для этого свои биологические материалы готовы были предоставить около 5000 добровольцев. Из них мы уже выбирали статистически корректную выборку 2688. Вот нужно было волонтеров нам. Так, чтобы они по возможности были не члены одной семьи и не какой-то профессиональной группы. С тем, чтобы нам объективно оценить именно как в области идет развитие иммунитета. По предварительным данным показатели иммунитета в регионе не очень высокие. Это связано с тем, что 80% заболевших переносят вирус бессимптомно. В таком случае достаточное количество антител в организме просто не вырабатывается. Проверяют каждую пробу по трем показателям. Наличие антител, контактов с зараженными и имеется ли иммунитет к инфекции. На каждую пробу мы еще дублирование делаем. То есть более уже 5000 исследований. Как минимум более 5000 исследований. И мы рассчитываем, что те положительные пробы, которые у нас имеются, мы потом проведем определение именно титров антител еще. Поскольку все волонтеры, сдавшие кровь, дали свое согласие на экспериментальное исследование, то мы рассчитываем определить не только иммуноглобулин ЭНЖ, но и иммуноглобулин ЭНЖ, а также определить статокиновый статус людей, которые сдавали эту кровь. У нас сохранился этот банк крови, сывороток. Мы планируем дальнейшие исследования. Окончательные итоги исследования иммунитета жителей Приангария станут известны на этой неделе. Свои результаты добровольцы получат в течение двух недель после подведения итогов. Инна Сатандукова, Новости дня, Иркутская область, при поддержке телекомпании ТВС.